Один рейд сменяется другим. По квартирные обходы, как напоминание должникам о том, что за тепло и горячую воду нужно платить в срок, это в интересах потребителей. А долги бывают самые разные, от 10 тысяч до 300. С сотрудниками Сочи Теплоэнерго совместно работают судебные приставы. Если дело было передано в суд и вынесено решение, в дверь уже стучатся. Открывайте двери, держи приставы, центральный отдел. И здесь, конечно, нужно терпение, ведь сколько бы времени дверь не открывали, открыть придется. В этой квартире нет индивидуальных приборов учета, водомеров, все начисления идут по норме, что, казалось бы, должно быть невыгодно, но никто, собственно, и не думает о деньгах. Есть квартиры, земельные участки, машины, а вот обязанность платить за коммунальные услуги отсутствует полностью. Долг многолетний – 295 тысяч рублей. Судебные приставы подготавливают материалы к изъятию имущества, но это в том случае, если через 10 дней долг по-прежнему не будет погашен. Мы предупреждаем о том, что у нас с 2016 года сумма, превышающая 10 тысяч за долги, касаемо судебные долги, точно так же и Сочи Теплоэнерго и остальные коммунальные платежи, будут лишаться водительских прав наших водителей в дальнейшем, если они не будут оплачивать коммунальные услуги. Таким образом, должников ждет еще одна мера воздействия. Теперь из-за долгов человек не только лишается возможности выезжать за границу, но у него при участии сотрудников ГАИ будет изыматься водительское удостоверение. С 2016 года увеличивается и штраф. Начисление пени будет происходить так, как происходило. Как наступит 90-й день, то расчет пени увеличится ровно в два раза. Этот закон вступил уже в силу. С 1 января начинает распространяться и на население в том числе. И таким образом правительство надеется на улучшение, на укрепление платежной дисциплины населения. Конец года, а должники не спешат заглянуть в квитанции. Но если в этом году еще действует акция «Сочи теплоэнерго. Погаси долг. Спешим пени», то в следующем году ситуация с долгами заставляет многих отнестись к долгам куда более серьезнее, чем сейчас.